Сотрудники Следственного комитета начали проверку ложных сообщений о минировании. На прошлой неделе от неизвестных поступило письмо на электронную почту о том, что во всех школах Колымы, техникуме и университете заложены бомбы. На протяжении всего дня в учреждениях работали экстренные службы и специалисты по антитеррору. Оказалось, что сообщение ложное. Следственными органами СУСК России по Магаданской области по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной процессуальной проверки по факту поступивших сообщений о минировании учебных заведений города Магадана. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, имеющих причастность к распространению заведомо ложных сведений, которые повлекли необходимость экстренной эвакуации учеников и педагогов. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Эксперты выделяют несколько версий о том, кто прислал ложное сообщение. Это могли быть психически нездоровые люди или граждане других государств. За последние дни десятки городов России подверглись подобным информационным нападениям. Ну вряд ли эти спецслужбы на это пойдут, большие, крупные. Скорее всего, может быть, какие-то там антироссийские структуры, там националистические вот эти вот. Может быть, Украина, вот как мы кого мы называем, бандеровцы, там националисты. За подобные ложные сообщения о терактах предусмотрена уголовная ответственность. Если цель – дестабилизация деятельности органов власти, то штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Заезд машин на лыжные трассы уже не редкость. И в этом году от колес автолюбителей и вандалов была испорчена лыжня на Гороховом поле. Портится лыжная трасса, на которой тренируются спортсмены детских школ, спортсмены-любители, а также любители лыжных прогулок. Портятся у нас трассы как на Черемушках, так и на Гороховом поле. Конечно, больше всего достается Гороховому полю, потому что близость города дает о себе знать. В этом году заезд на лыжню стал заметной проблемой при подготовке трассы. Исправить полученные увечья с помощью техники невозможно. Поэтому восстановлением трассы своими силами занимаются любители лыжного спорта, а также ученики спортивной школы имени Вяльби. Магаданский политехникум готовится к дню студента. Владимир Гурдин учится на четвертом курсе направления геология. Он примет участие в студенте года впервые. Владимир не только хорошо учится, но и занимается внеучебной деятельностью. Конкурс проходит в три этапа. Отборочный этап, полуфинал и финал. Владимир отмечает, что над концепцией думали долго. Готовились несколько месяцев. Молодой человек не стал раскрывать подробности своего выступления. Говорит, пока это секрет. Я думаю, вам лучше самим это увидеть в МЦК 29 июня. Господа студенты и абитуриенты всех учебных заведений страны. Я поздравляю вас с нашим праздником, ребят. Надеюсь, ваши студенческие годы пройдут не зря. Для подготовки к конкурсу собрали целую команду. Преподаватели отмечают, что в студент года очень ответственное мероприятие. Перед тем, как подать заявку, нужно собрать на студента портфолио все достижения участника. После готовят сам номер. В этом году возникли сложности из-за пандемии. Команда долго не знала, проведут ли конкурс вообще. Непонятно было вообще, будет ли сам конкурс, потому что есть сам конкурс, где выступает именно студент, а есть фан-зоны. Это когда собираются перед концертом фан-зоны, чтобы нашего поддержать конкурсанта. И мы еще не знали, будет ли сам этот конкурс. То есть была уже у нас подготовка, а в итоге мы еще такие, ага, может быть даже ничего не будет. Поэтому именно мы не знаем информацию, будет ли, потому что пандемия. В городском конкурсе техникум участвуют ежегодно. Каждый их участник лучший, отмечают педагоги. Обычно это девушки. В этом же году больше исключения. В самом техникуме никаких концертов не будет. Как раз из-за антикоронавирусных мер. Студенческий совет поздравил учащихся. Директор техникума пожелал всем студентам удачи. Уважаемые студенты Магаданского политехникума, других образовательных организаций, среднего профессионального образования, высшего образования. Поздравляю вас с днем студента. Желаю, чтобы ваши студенческие годы прошли на ура, чтобы вы полностью насладились студенческой жизнью, чтобы учеба давалась легко. День студента отмечают 25 января во всей стране. Почти 700 преступлений в сфере информационных технологий за год. В управлении Министерства внутренних дел по Магаданской области состоялась пресс-конференция на тему роста случаев мошенничества в Магаданской области. Кто предупрежден, тот вооружен. Увеличилось количество преступлений в предыдущем году, под конец предыдущего года, да и в текущем году, также связанных с участием наших горожан, зачастую, ну и некоторых представителей Магаданск, проживающих на территории районов Магаданской области, связанных с инвестированиями, с кладами, с капиталовложениями в различные финансовые организации с целью получения прибыли. Все чаще в последнее время злоумышленники играют на желании граждан заработать. За прошлый год материальный ущерб, нанесенный жителям города и области, составил более 121 миллиона рублей. По данным Главного управления правовой статистики, Генеральная прокуратура Российской Федерации за последние пять лет количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе дистанционных хищений, о которых мы сейчас говорим, в стране возросло более чем в 11 раз. Сотрудники управления Министерства внутренних дел просят граждан быть бдительнее. Работники рассказали о предстоящей акции, которая пройдет с 24 января по 6 февраля под названием «Банковская карта 2022». В ходе акции сотрудники МВД по Магаданской области будут распространять памятки и проводить предупредительные беседы с жителями города.